МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Итоги недели». В студии Татьяна Трофимова. Какие темы в центре внимания? О чем говорили и что обсуждали на неделе? Громкие заявления и главные цифры из первых уст и в репортажах корреспондентов национального телевидения. Сегодня в выпуске. Архивные справки, уникальные фотографии, воспоминания очевидцев. Они не жалели себя. Они делали все, чтобы враг не пришел в их дома. Чем выставка о строительстве рубежей в Чувашии удивила Совет Федерации? Презентация вышитой карты России, подписание соглашений и обсуждение глобальных экономических вопросов. Мы подписали 14 соглашений в различных направлениях. Это и СПИК 2.0, это и цифровизация здравоохранения. Чем еще запомнится Международный экономический форум в Санкт-Петербурге? 14 июня в Москве в Совете Федерации открылась выставка «Женщина в тылу. Подвиг. Любовь. Победа». Это уже вторая тематическая экспозиция, которую регион организовал на площадке парламента страны. На минувшей неделе выставка рубежей Победы состоялась в Госдуме. Из Совета Федерации Татьяна Молокова. Основная экспозиция выставки – архивные фотографии об истории строительства сурского и казанского оборонительных рубежей, о работе промышленных предприятий в тылу. Здесь на стендах данные из архивных справок. Сроки строительства, объем работ, количество людей и техника, привлеченных на работы. Здесь же предметы, найденные в окопах, и блокноты с записями воспоминаний участников строительства, собранные школьниками Чуваши. От той эпохи осталось мало кино и фотодокументов. В основном это фотографии, сделанные по мотивам воспоминаний участников работ. На выставке есть экземпляр газеты «Красная Чувашия» от 18 марта 1942 года. Там список из 234 участников строительства работ, которые награждены почетной грамотой ЧАЭССР. Пожалуй, это первое упоминание о том, что в Чувашии в годы войны проводилось такое масштабное строительство, направленное на укрепление обороноспособности Советского Союза. Открывая выставку, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что проект презентует масштабную работу, проделанную в отдельно взятом регионе Чувашской Республики в течение двух последних лет по уковечению подвига тружеников тыла. Они не жалели себя. Они делали все, чтобы враг не пришел в их дома. Они делали все, чтобы защитить свой родной край. И такие беспримерные женские подвиги в годы войны трогают до глубины души. Спикер Совета Федерации отметила, что выставка очень своевременно. Память о тех временах нужно не просто хранить, но и масштабировать. Не случайно Валентина Матвиенко поддержала идею Олега Николаева очередить День памяти тружеников тыла. Такие включения, несомненно, они позволили, прежде всего, объединиться народу Чувашии вокруг идеи патриотизма и памяти. Вовлекли все. И старый млад. И в итоге возникли стихотворения, мультфильмы, кинофильмы, спектакли, концерты. За счет того, что мы создали разноплановые вот такие произведения искусства, архивные документы и так далее, то тем самым люди больше и лучше понимают события тех времен. 208 тысяч жителей Чувашии ушли на фронт. Это пятая часть населения региона того времени. Половина не вернулись. Мы много знаем о героях войны, но о героях трудового фронта раньше говорили мало, и именно подобные выставки позволяют помнить о них. Когда я имел честь работать депутатом Государственной Думы Чувашской Республики, бывал в тех местах, где проходил сурский рубеж, вот в Козловском районе в частности, неоднократно приходилось работать, и тогда даже удавалось поговорить с людьми уже преклонного возраста, которые там были. И каждый раз меня пронзала мысль, что об этом нужно помнить, к этому нужно возвращаться. И это нужно бережно хранить в нашей памяти, в памяти нашего народа, который одержал победу в той войне. Но об этом обязательно, я уже это говорю как международник, нужно рассказывать. В подобной выставке возможность рассказать о прошлом, остановить попытки переписать историю. Тысячи городов строили свои оборонительные рубежи. Чуваша первой заявила о своем. И это возможность масштабировать наш опыт на федеральный уровень, чтобы подобный подход к истории, к тем, кто сегодня жив, распространить на всю страну. Для нас важно было, что в Государственной Думе нас поддержали руководители всех фракций. И наш председатель Государственной Думы, Вячеслав Викторович Володин. Сегодня в открытии здесь, в Совете Федерации, приняла участие Валентина Ивановна, Матвиенко, сенаторы, которые курируют вопросы. И выставка, она ведь подходит для любого региона. Потому что в 1941 году более чем тысячи городов строили свои оборонительные рубежи. Мемориальный комплекс строителям безмолвных рубежей открывается в Козловском районе 1 июля. На выставке в Совете Федерации проект представил его автор Константин Фомин. 38 стел. Каждая стела символизирует 10 километров. Отрезок от общей длины 380 километров. Стелы поставлены под разным углом. И вот эта вот линия изогнутая, она как раз и повторяет силуэт сурского рубежа. Шар, который стоит в основании стелы, это планета, на которой остался рубец, который люди создали своими руками. То есть вот линия обороны, это что-то такое неимоверно сложное. И в техническом плане, и в моральном. 22 июня в Москве пройдет торжественная церемония вечного огня в Александровском саду. Часть пламени отправится в Байгулова, Козловского района. По пути священная лампада побывает и в других городах трудовой доблести. Там тоже отдадут дань тем, кто в годы войны жил под девизом «Все для фронта, все для победы». В рамках презентации проекта «Женщина в тылу. Подвиг, любовь, победа» глава Чувашии Олег Николаев встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава региона рассказал, как возникла идея создания выставки, посвященной строителям безмолвных рубежей в республике и как мероприятие вышло за пределы Чувашии. Волжский оборонительный рубеж состоял из двух рубежей Казанский облот и Сурский рубеж. Чувашия единственный регион из семи регионов, который включал этот оборонительный рубеж, по территории которой прошли оба рубежа, с двух сторон. И получается, при протяженности Чувашии 10 километров, наши предки построили 380 километров этих оборонительных рубежей. Молодец, что в череде я представляю вопросов, проблем, которые должен решать губернатор. Вы уделяете такое внимание сохранению истории своего родного края, памяти о тружениках тыла. Замечательный проект и выставка. То, что вы первым в России, можно сказать, откроете такой мемориал тем, кто создавал оборонительные рубежи. Это очень важно, особенно в наше время сейчас очень важно. Поэтому спасибо вам, спасибо команде вашей. Валентина Матвиенко отметила, что выставка «Женщина в тылу. Подвиг, любовь, победа» в Совете Федерации имеет очень важное значение в сохранении памяти о роли «тружеников тыла». Деловые встречи, переговоры, подписание соглашений и обсуждение планов на будущее. На этой неделе делегация «Чувашии», в составе которой и мои коллеги Татьяна Молокова и Юрий Марков работали на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Экономика, промышленность, здравоохранение, цифровизация, импортозамещение. Первый день форума выдался насыщенным на события. Флажок семицветный делал наш колледж культуры. Василий Кравцов живет в Еврейской автономной области. Сюда пришел специально посмотреть, как выглядит вышитая карта России. Говорит, следил за ее созданием. Шикарно, просто такая пестрая, разноплановая, очень интересная. На форуме вышитая карта не оставляла равнодушным никого. Кто-то также подходил специально, кто-то, бросив взгляд, останавливался надолго. Подошел, да, моей коллеге рассказать о том, что существует такой замечательный проект, который подчеркивает очень важный, символический орнамент каждого отдельного региона. Сложно, честно говоря, выделить какое-то отдельное... Сама карта, сама вот она в совокупе, дает великолепное вообще, очень приятное такое, новое, доброе, позитивное ощущение. У карты обсуждали планы, подписанные соглашения. Так, Сергей Густав, генеральный директор группы «Газпром» «Межрегионгаз», отметил, что это и карта газификации России. Соглашение, которое сегодня подписали Олег Николаев и Сергей Густав, предполагает продолжение работ под газификацией сел и деревень республики. Так называемая «последняя миля», когда «Газпром» доводит голубое топливо до домовладения, продолжится. И жители, например, Заволжья уже сейчас могут подавать документы на подключение и субсидирование. Есть планы по развитию промышленности и ремонту сетей. Также отметили, что рассмотрят возможность предоставления налоговых преференций на вновь вводимые газовые сети. Программа газификации и догазификации идет ускоренными темпами. Почему ускоренными? Потому что, например, на этот год, на 2022, мы запланировали финал такой большой серьезной совместной работы по газификации Заволжья. Есть планы развития промышленности Чувашьей республики. И здесь много вопросов по расшивке, если так можно выразить, узких мест, где производство расширяется, но газа не хватает. Найти свой регион на карте глава Чуваши предложила и временно исполняющим обязанности главы республики Мариел Юрию Зайцеву. Переговор на гостиной губернаторов главы регионов подписали соглашение о дальнейшем культурном и экономическом сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве между республикой Мариел и Чувашской республикой. Еще одно соглашение о сотрудничестве в области энергетики Олег Николаев подписал с Еленой Климашевской, руководителем компании «Энергосбыт». Предполагается, что в Чуваши будут созданы современные условия для клиентского обслуживания, а также продолжится Обсудили на форуме и вопросы импортозамещения. Делегация Казахстана заинтересовалась производством тракторов. Взаимовыгодное сотрудничество, которое включает в себя как импортозамещение, когда часть компонентов, которые может производить казахская страна, мы покупаем у них, так и наше развитие на рынке Казахстана. На петербургском форуме обсудили новый инвестпроект. Предполагается строительство в Чуваши логистического центра. Стороны отметили, что он будет создан на территории особой экономической зоны в Новочебоксарске. В рамках Петербургского международного экономического форума Олег Николаев дал интервью ютуб-блогеру Александре Спилберг. За 15 минут беседы в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте они успели обсудить развитие спорта, туризма и промышленности Чувашии. Обсуждая развитие спорта в Чувашии с известным блогером, глава региона отметил, в зоне особого внимания пенсионеры и школьники. Для первых важно сделать физическую культуру доступной, а для вторых удобной и привлекательной. В этом году будет введено в эксплуатацию два ледовых дворца, три плоскостных стадиона, ну и будут артементированы около десяти школьных спортзалов. Глава региона в Санкт-Петербурге Надежда Бабкина в Чувашии. В рамках форума Олег Николаев и народная артистка вышли на связь в режиме видеоконференции, чтобы подробнее рассказать о вышитой карте страны, которую ранее представили на фестивале «Песни России», а сегодня на форуме. Находясь в Чувашии, проезжаешь по маленьким городочкам, по селам, если хотите, площади Биткому, и ничего не нужно говорить, заставлять их что-то делать или послушать их внимательно, нет. У людей есть потребность услышать, объединиться и возградоваться и понять, чьи из земли мы выражены. Я больше того скажу. Чем меньше республика, тем больше национального доступа. Запуск первых межрейсовых перевозок на Валдаях, создание брендового маршрута «Рунический путь». В Чувашии делается все для развития туризма. Людям очень интересно все больше и больше узнавать вообще, как создается та или иная продукция, попробовать эту экологическую продукцию на месте. Вот фермерское направление сейчас очень активно развивается. У нас уже очень активно развивается сыроделие, производство овощей, аквакультура, пчеловодство. Великий Волжский путь приобрел четкие контуры. На полях Петербургского международного экономического форума подписали одно из важнейших соглашений в сфере межрегионального туризма. Руководители по волжских регионам Чувашия, Мариэл, Татарстана и Самарской области договорились развивать тур-маршрут «Великий Волжский путь». Великий Волжский путь – современный туристический маршрут. В его основе лежит торговый, который был частью Великого Шелкового пути. Работать над ним начали еще в 2015 году. До этого времени в России не было единого маршрута, который объединял бы сразу несколько регионов по Волжье, показывал бы их национальную самобытность. Способствует развитию разных направлений – от этнокультурного туризма до активного отдыха на природе. И пока девушки аккуратно передавали друг другу папки, главы регионов между собой активно что-то обсуждали. Возможно, новые маршруты или развитие речных перевозок в рамках Великого Волжского пути. Сейчас уже работают первые маршруты, которые рассказывают об этнических особенностях народов. Более 40 региональных туроператоров предлагают отдохнуть в том или ином регионе Среднего по Волжке. Работа над дальнейшей разработкой маршрутов Великого Волжского пути позволит в разы увеличить турпоток, а значит и ускорить развитие туристской инфраструктуры. Вручение об этом давал Владимир Путин. Возможно в рамках одного субъекта обеспечить устойчивый поток, создать инфраструктуру, там и вокзалы, причальные стенки, и объекты притяжения, инфраструктура различная. И, конечно, это лучше делать сообща, потому что возникает синергетический мультикационный эффект. Я очень рад, что субъекты оценили и на перспективы такой синергии и объединились. В концепцию Великого Волжского пути, который будет знакомить с историей и культурой, этникой народов Среднего по Волжье, вполне вписывается и проект «Рунический путь». Его как раз сейчас активно разрабатывают в Чувашии. Рунический путь – это этнопарки, объекты с дополненной реальностью, туристско-информационные центры, которые будут рассказывать об истории и культуре народов не только по Волжье, но и всей России. На полях ПМЭФ подписали соглашение с фондом Росконгресс. Олег Николаев еще зимой в послании говорил о необходимости создания в Чувашии выставочного комплекса, чтобы проводить масштабные экспофорумы в Чувашии. Это соглашение поможет в организации выставок в регионе продвигать инвестиционный потенциал республики. «Общественные организации, Союз машиностроителей России и Кабинетом министров Чувашской республики». «Отчение подписано». Еще одно соглашение с Союзом машиностроителей должно привлечь высоко квалифицированные и востребованные кадры в промышленность Чувашии. Для ведущих предприятий отрасли будут готовить перспективных сотрудников, а потребность определят вместе предприятия, учебные заведения и Союз машиностроителей. Совместно как раз таки с Союзом машиностроителей мы определим те непосредственные компетенции, которые сейчас важно развивать. И совместно с ВУЗами, совместно с среднеспециальным образованием будем работать в развитии данного направления. В том числе, то, что вы и говорите, формирование той материально-технической базы, необходимой как раз таки для обучения перспективных сотрудников. Работать над снижением выбросов углерода в атмосферу договорились главы Чувашии, Мордовии и Ульяновской области. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве и решение задач в интересах отрасли, которые связаны с декарбонизацией экономики, также подписаны на полях форума. Регионы создадут единую методику подсчета выбросов парниковых газов в цифровую платформу для анализа данных, поступающих с карбоновых полигонов. Новый мир, новые возможности. Основная деловая программа Петербургского форума была разделена на четыре тематических направления. Глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. В работе форума участвовали представители почти 130 стран и территорий, все регионы России. Глава Чувашии Олег Николаев стал спикером тематической панельной дискуссии Клуба губернаторов. Регионы, локомотивы, импортозамещение. Стратегия губернаторов. Новые волны. В условиях санкции проблемы каждого региона в целом схожие сложности с логистикой, снижаются экспорт и импорт у предприятий, меньше заказов, растут цены на продукты и услуги. Каждый регион ищет свои точки роста, свой путь развития в новых условиях. Так, в Ярославле, например, не хватает фрезеровщиков и там думают, как это исправить. А на Алтае вырос грузовой автомобильный поток в Китай. Начинают строительство новых автомобильных дорог. Своё видение на развитие региона высказал и Олег Николаев. Чуваша планомерно занимает те ниши, откуда уходят иностранные производители в электрооборудовании и производстве агрегатов для тяжёлой тракторной техники. Есть перспективы в пивоварении. Республика увеличивает площади под эту культуру, создаёт технологии переработки и банк сортов. Ещё одно важное направление – поиск и работа в новых нишах. Группа возможностей – это абсолютно новые ниши, которые открываются в связи с развитием новых технологий, экологической, углеродного следа и G-технологий. И здесь вот буквально сегодня мы договорились с коллегами из Ульяновска и Мордовии поработать над тем, чтобы использовать Волгу как карбоновые полигоны и заодно решить в том числе экологические вопросы состояния Волги. Важное значение играет и подготовка кадров. В регионе действует программа ранней профориентации школьников. Своими наработками готовы поделиться с коллегами. И главное – новая геополитическая ситуация заставляет регионы не конкурировать, а объединять усилия, делая тем самым не только себя, но и всю страну сильнее. На секции, где обсуждали кооперационные связи, импортозамещению придумали замену – технологический суверенитет. Он позволит перенастроить экономику страны, найти новые связи и кооперационные цепочки. Вице-премьер правительства Юрий Борисов отметил, что проблемы будут всегда, но сейчас созданы лучшие условия для организации производства. Олег Николаев высказал идею, что сейчас становится актуальным пятилетнее планирование, как это было в Советском Союзе. Сама глобализация не просто треснула, а рухнула с точки зрения принципов его функционирования. И вот на этих основах, естественно, мы должны очень активно, используя действующие инструменты, ровно о них сегодня говорили, это и кластеризация, это и технопарки, промышленные, индустриальные парки, научно-технические центры, спики 2.0, которые призваны локализовывать, и иные инструменты, которые запущены, прежде всего их синхронизировать, синхронизировать с точки зрения адекватности. В Чувашии такая работа уже ведется. Созданы технопарки и кластеры, которые получают государственную поддержку. Так, в 2022 году подана заявка на создание еще четырех промышленных парков. Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума подписали специальный инвестиционный контракт на производство перекиси водорода. Подписи под документом поставили министр промышленности России Денис Мантуров, глава Чувашии Олег Николаев, генеральный директор Волжской перекиси Ярослав Кузнецов и глава администрации Новочубоксарска Дмитрий Пулатов. Сейчас производство готово на 60%, отметил генеральный директор предприятия Волжская перепись Ярослав Кузнецов. Начинается процесс пуска наладочных работ. Еще в прошлом году из-за подорожания материалов и сложностей с логистикой, из-за ковидных ограничений перешли на китайское оборудование. Оно ничуть не хуже и проблем с доставкой нет. Уже через год предприятие готово выдать первую продукцию. Сложный у нас процесс созревания катализатора, то есть поэтому пусконаладка будет длиться в течение полугода. Первая продукция уже будет появляться, наверное, в середине 2023 года и постепенно наращиваться до 2024 года. Еще в прошлом году на предприятии создали виртуальную модель производства. Набрали первых сотрудников, которые тестируют его с помощью искусственного интеллекта и исправляют возможные недостатки. Кстати, работают там в основном жители Новочебоксарска. Уже есть договоренности о подготовке кадров для нового производства. Получат прибыль и бюджет города. В процессе реализации специального инвестиционного контракта СПИК-2.0 мы планируем в лице муниципалитета получить в течение 15 лет значительное увеличение по инвестиционному профилю, значительное увеличение по поступлению налогов в бюджет города, а также в ближайшее время после завершения строительства увеличение рабочих мест. Производство перекиси водорода антрохиноновым методом это второй специнвестконтракт для Чувашии. Такие производства делают наш регион монополистом в выпуске продукции, которая востребована и может полностью покрыть потребности российских предприятий. Необходимо также переходить с более устаревших методов производства химической продукции на новые. Это как раз-таки тот момент, который, безусловно, даст возможность в Химпроме сформировать новую производственную площадку, которая позволит обеспечить высокоэффективное производство химической продукции. Мощность нового предприятия 50 тысяч тонн в год. Объем инвестиций составит более 9 миллиардов рублей. На полях Петербургского форума глава региона Олег Николаев прокомментировал моим коллегам Татьяне Молоковой и Юрию Маркову, каким выдался ПМФ-2022 для Чувашии. Олег Алексеевич, можно ли сказать, что поездка делегации Чувашской республики на Санкт-Петербургский международный экономический форум выдалась удачной и успешной? Основные результаты того, чего нам удалось здесь добиться. Результаты, на мой взгляд, очень хорошие, потому что делегация работала очень интенсивно. И здесь каждый по своему направлению не просто слушал, а самое главное, активно участвовал в обсуждении. В обсуждении тех вопросов, которые важны сегодня для развития в целом страны, ну и, несомненно, для Чувашской республики. Помимо этого, мы подписали 14 соглашений в различных направлениях. Это и СПИК-2.0, это и цифровизация здравоохранения, это развитие туризма и, естественно, межрегиональное взаимодействие, взаимодействие с банками. Все это говорит о том, что мы не просто обсуждаем, а фиксируем эти обсуждения в виде конкретных достижений. И, соответственно, отталкиваясь от этого, будем планировать новые мероприятия, которые будут развивать все эти процессы. Но самое главное, несомненно, посмотрев на других, каким образом организовываются процессы и мероприятия, наша делегация, конечно же, много взяла и по этому направлению. Поэтому я думаю, что мы очень здорово поработали, эффективно поработали, и дальше будем все наработки использовать для того, чтобы меняться внутри Чувашской республики. А когда основные результаты будут заметны, что мы не зря участвовали в Санкт-Петербургском форуме? Они уже заметны, потому что тот же самый с ПИК 2.0. Конечно, в виде продукта он появится через некоторое время. Но то, что сегодня мы его подписали, это ведь итог большой проделанной работы. Тем более сам проект уже находится в активной фазе реализации. В вопросах других тоже работы, они идут и движутся. И, несомненно, говорить о том, что сегодня мы начинаем с нуля, и что-то будет заметно через некоторое время, и это будет неправильно. Они сейчас заметны, но изменения будут видны буквально в ближайшие дни. И сегодня, и вчера очень много мостиков было переброшено на экономический форум Чебоксарах, который будет проходить буквально через неделю. И мы видим даже по итогам обсуждения здесь многих вопросов, к Чебоксарскому экономическому форуму интерес вырос. И появились новые желающие приехать туда и поучаствовать в дискуссиях. Это тоже очень здорово, потому что наш опыт, наша практика, несомненно, вызывает интерес, берется где-то даже за лучшую практику. Вышита карта России, которая здесь была представлена, сделала вообще фурор. И, несомненно, вот этот подход Чувашии, объединению, наверное, надо сказать, страны, на основе одной из наших традиций, и показать и разнообразие, и многообразие, и отличительность тонны каждого субъекта, о самом деле, такую палитру цельной картины, богатства нашей России, это, конечно же, очень дорогого стоит. И нам надо искать и дальше такие подходы в нашей деятельности. Таковы главные новости уходящей недели. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова